Гражданин следователь Ну какая я была в тот вечер затурканная Какая я замотанная была Генку моего в школе укусили Кто-кто Зауч на педсовете И вот представляете Я стою на сцене И чувствую, что я не помню Я не помню, молилась я Или я не молилась Я говорю Бабаяну Я говорю, Эдик Я не помню Эдик, души скорей Сойдет и так Домой пора, спина болит Нет, гражданин следователь Это слова не из Шекспира Это слова из меня Ну конечно у Бабаяна квадратные глаза от неожиданности Но он виду не подает И говорит Ну ты, Стимонна Ложись удобней Сейчас я буду лютоват Да, гражданин следователь Он принудил меня лечь А что он стоя мне будет душить? Господи Метр пятьдесят в прыжке Да стоя он меня сможет задушить Только с табуретки Конечно я легла Куда деваться? Я не звала на помощь Зачем не звать на помощь? Гражданин следователь Что вы такое подумали? А-а-а Вы подумали, что Бабаян? А-а-а Вы его точно и не видели Гражданин следователь Это же телепузик Кавказской национальности Да я же сниму За миллион долларов Хотя Нет, ну откуда у нашего Бабаяна Миллион долларов? Конечно я легла Я лежу Я жду Когда меня придушат В театре тихо сочувствуют И на меня вроде как накатило Я говорю Отелла, муж Давай же перед смертью Пожрем как люди Слугам прикажи Пусть принесут салатик Пиво, рыбки Потом придушишь нафиг И домой И в этой тишине Какой-то зритель С балкона Крикнул Ну чё ты жмёшься, негра Ну и покорми бабу А другой из портера Крикнул Господа А в чём базар? Конкретно накрываем поляну И все дела И в это время На сцену выскакивает Артист Смирнов Крикнулся на сцену Крикнулся на сцену Подряд Конечно, я ему возразила Я говорю Ах ты, козёл Это я, зараза? Да больше заразы Чем твоя жена Артистка Смирнова Нет в природе И конечно, я ему рассказала Всё, что я знаю Про его жену Он же думал Что его заразе Всего 38 лет Вы представляете? Да она в нашем театре На сцене Уже 64 года Да она играла Троцкого Ещё при жизни Ленина И в это время На сцену Выскакивает Этот Смирнов И кидает В меня Копьё В меня Бедную Беззащит И в меня Интеллигент Что? Кто бросил В потерпевших Смирновых Две лавочки Трон Кровать Огнетушитель И артиста Бабаяна? Ну я Но как Мне при этом Аплодировали И просили Набис Повторить Список Тех С кем Смирнова Жила С 1913 Года Между прочим В алфавитном Порядке И когда Я дошла До буквы Д На сцену Выскочил Наш главный Режиссёр Дрюкин И закричал Кто первым Придушит Дездемону Сразу Сразу Даю Народного Артиста Вот это Была провокация Гражданин Следователь Записывайте За звание Народного Они топтали И душили Друг друга И зрители И зрители Рванули На сцену Они бежали И кричали Вперёд За Дездемону Завязалась Драка Вызвали ОМОН И когда Я Увидела Что на сцену Выезжает БТР Я схватила Его за колесо Оторвала Пулемёт И как Дала Очередью По Яго По режиссёру Дрюкину По нашему Театру По всей Нашей Жизни Это был Мой лучший Спектакль Придание Следователь Я думаю Что после Этого Они просто Обязаны Мне дать Звание Народная Артистка России Вот ты знаешь Всё-таки Хорошо Что мы С тобой Решили Не есть После шести Хорошо Понимаешь Вот всё-таки Ну Голодаешь Это же Это же Организм Он очищается От шлаков Он всё лишнее Выбрасывает Это же Это же Хорошо Для организма Но Чё ты молчишь Хорошо Или нет Слушаю Слушаю Как холодильник Работает Там внутри Столько Всякого Ничё-нчё-нчё-нчё-нчё-нчё У тебя У тебя чё Ещё Одни ноги Вырастут А со старыми Чё делать Может Поедим Всё Никаких Поедим Никаких Поедим Выполни Выполни моё Последнее Желание Покажи Как курица В морозилке Лежит Да я тебе уже Сто раз Показывала Сто раз Сколько ещё Можно Ещё раз Покажи Мне уже Недолго Осталось Ладно Смотри Обжора Курица В морозильнике Лежит Вот так Спасибо Я такой красоты Даже в гастрономии Не видел А у нас ещё Шфротики В морозилке Лежат На блюдечке Мальчик Девочка Рижское Золото Пойдём Посмотрим Забудь О том Что у нас Есть холодильник Забудь И не вспоминай Нет у нас Холодильника Понимаешь Нет Украли его Да как же Забудь Ты слышишь Как он работает Да ты пойми Ты пойми Когда голодаешь Очищаешься Понимаешь А когда очищаешься Лёгкость В организме Вот лёгкость Я уже чувствую Что я вот Лёгонькая Понимаешь Я лёгонькая Как пушиночка Вот если сейчас Дунешь на меня Я прямо лечу Вот улечу Если думаешь Что у меня Взлёт разрешают Приятного полёта А я пока Ешен Уж прочь Сидеть Я если улечу То продукты С собой заберу Будешь нести В клюве Обхватив Когтистыми лапами Что ты там Бухтишь Курицу покажи Не покажу Покажи Не покажу И вообще запомни Мы теперь После шести Никогда есть не будем Никогда А мне уже всё равно Щёки опали Нету щёк Глаза И сразу ребра Вот скажи Ты мне на могилке Памятник поставишь Жареную курицу С макаронами Что всё время На холодильник Объядываешься А? Смотрю Чтоб не угнали Вот честно скажи Есть хочешь Честно хочу Сколько мы уже голодаем Пять часов Семьсот минут Тысячу триста Тридцать две секунды Что это такое У меня талия уменьшилась На два миллиметра Уменьшилась талия Ты представляешь Что это для женщин Талия уменьшилась Господи У меня сейчас такое настроение Да я просто Запою как птичка Ты хоть помнишь Как птицы поют Обжора Конечно помню Сядет на ветку Возле форточки И орёт Дайте жрать Дайте жрать Дайте жрать Давай покажем Как шпротики лежат Ладно Давай покажем Шпротики в холодильнике Мальчик Девочка Рижское золото Может телевизор включим Да никаких телевизоров Там только про еду и говорят Тогда пойдём послушаем Как холодильник работает Господи Ну что его слушать Работает Работает Тихо Что Слышь Что Кто-то жрёт в доме Кто в доме жрёт Да это я Это я показывала Этот холодильник работает Вспомнила Сколько там всего Я не знаю На самом Вот это Ну ладно Ну ладно Свет Ну хочешь я тебе покажу Как маринованные огурчики В банке плавают Покажи А теперь покажи Как холодец трясётся Знаешь Юр Я тебе давно хотела сказать Вот Когда ты голодный Тебе столько Вот этой вот Уротики Сколько нам ещё осталось Да можно есть Вечность Цыплёнок жаренный Цыплёнок паренный Прекрати про еду петь Ну где здесь про еду Да это песня про обжорство Как ты думаешь Курица из холодильника Не сбежала Ты что совсем уже Она в морозилке замороженная Лежит себе Полёживает Никаких проблем Нервы никто не треплет На работу ходить не надо Голодать не надо Вот ты когда похудеешь Что будешь делать Есть Сколько нам ещё осталось Двенадцать секунд Не может быть Семь Шесть Считай Четыре Три Два Один Можно Светлана Рожкова и Юрий Евдокурин Спасибо Вы меня не узнали, да? Ханума Ханума Самый знаменитый сваха на Хавказе Кто, кто Пугачёвый Нашёл Киркорова Ханума нашла Ханума Пугачёвый Киркорова Петросяну Степаненко Всё Ханума нашла А тебе тоже Красавица Хочешь Хороший мужик Найду Не стесняйся Не пьёт Не курит Сам будет стирать Сам будет готовить Сам будет для тебя Тихонько Носочки Штопать За всё время Ни один плохой Слово тебе не скажет Гарантирую Он глухонемой Ой, сколько лет Сколько лет Я сама управлялась Теперь Конкуренты появились Брачный берёт Что творят Слушай, что творят Я сама пошла В это берём Сама пошла Мне интересно стало Слушай Они там Поставили Электронный свах Во, я посмотрела Посмотрела Какой-то сваха Какой-то сваха Вместо головы Колесо Вместо глаз Лампочка Вместо рук Пружинки Какой-то сваха Слушай При мне Один женщина Ей заказала Мужа Что Високий был Гордый Мало пил На всех Кроме неё Пиливал Она что написала Верблюд А я что Я всех женю Я всех Замуж Выдаю Одну только девушку Никак не могу Перестроить Эта девушка Красива Не ворчлива Не спесива Иначе-то она Не скрою А зовётся Ханумою А что делать Ну что делать Только я Для себя Найду Хороший Жених Обязательно Кто-нибудь Бежит ко мне С просьбой Ханума Найди Мужик И как Назло Веришь В этот момент Под рукой Никого нет Честь Фирме Берегу Своего Отдаю Мне теперь Хорошие Женихи Только Вас с ней Снятся И то не всегда Какой вчера Приснился Страшный сон Не поверишь Сейчас вспоминаю Мороз по коже бежит Приснилась Как будто я заболела Чуть-чуть Приболела Лежу Болею Болею Лежу Вдруг смотрю Дверь в спальне Раскрывается И ко мне В спальне Заходит Чубайс Не поверишь В белой Простыня Волосы Рыжие Дыбом Торчат И со свечкой В руках Не знаю Как-то я в таком виде Никогда по телевизору Не видел Ей-богу Стало заикаться Говорю Что, все? Мне что Жена Тот цвет Пора А он говорит Ты за этот Цвет Еще не расплатилась И провода Перерезал Темную ночь Мне устроил Товарищ Чубайс И теперь Я уже Женихов Никогда Не увижу Почему Не увижу Слушай Очки взяла Специально Для такой Случа Надену Очки Пойду Поближе В народ Пойду Не увижу Нащупываю Без Жениха Не вернусь Что зря Приехала Сюда Майджаны Какой мужчина Сидит Мечтал Сей моей Жизни Как тебя зовут Любимый Саша Саша Можно я тебя Так интимно Буду называть Я буду привлекать К тебе Саша Скажи честно Кто рядом Сидит Скажи честно Говорит Подруга По партии Хорошо Саша Я так и думала Что такой Мужик В Тулу Со своим Самоваром Не поедет Дай я тебя Всем покажу Покажу Тебе Всем Чтобы На тебя Уже Никто Больше Виды Не имел Видели Я его Уже Застолбила Со своей Попрощайся На всякий случай Пока Пиши письма Руку дай Проходи Проходи Милый Проходи Ко мне Саша Я тебе Хочу Один Интимный Вопрос Задать Вот рядом С Ханумой Обязательно Должен быть Настоящий Джигит Верно Давай Вспомним Это лицо Лицо Джигита Потому что У этого лица Есть такие Характерные Отличительные Черти Которые Джигита От других Народов Отличают Их Четыре Саша Вспоминай Усы Усы Вспоминай Правильно Конечно Каждый Уважающий Себя Джигит Носит Большие Шикарные Черные Усы Верно Саша Но Эта Часть Она Растет Вбок А что Растет У Джигита Вперед Подумай Прежде чем Ответить Нос Конечно Конечно У Джигита Каждый Джигит Имеет Такой Колоритный Красивый Кавказский Выдающийся Нос Верно Почему Такой Нос У Джигита Вырастает Саша Объясняю У каждой Джигит Есть Такой Большой Летний Кепка В гардеробе Он Имеет Такое Чуточное Русское Название Как Это Кепка Называется Аэродром Твоя Переживает Громче всех Кричит Аэродром Правильно Правильно Аэродром Правильно Милый Ты знаешь В Ростове Мне сказали Лаваш Остроумно Так вот В тени Этой Большой Кепки Этой Кавказский Нос Каждый День На Миллиметр Вперед Веря Стоит Ара К солнцу Тянется Загорать Хочет Тоже Человек Вот Мы С тобой Три Часть Перечислили Три Усы Нос Аэродром Верно Теперь Ниже Опускаемся Саша Вот Когда я Говорю У каждой Джигит Есть в гардеробе Большой Что Ты мне Что говоришь Кинжал Конечно 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 Большой Такой Кавказский Ножик Называться Кинжал Саша Я тебе Его Даю Красиво Да Видишь Как у тебя Совсем Другая У тебя Останка Да Плечи Распремились Да Выйди Вперед Чуть Чуть Выйди Вперед Да Хорошо Орлом Орлом Держись Саша Повернись Спиной К залу Ко мне Лицом Не поворачивайся Без моей команды Потому что Сурброс Не получится Ай Джан И какое лицо Родное Поворачивайся Милли Ай Совсем Другое Лицо Саша Не знаю Кем ты Работаешь Сейчас Ты Как будто Директор Центральной Рынка Дядя Сандро Походи Походи Хозяином Походи По сцене Туда Сюда Походи Да Себя Покажи Ай Молодец Саша Каждый Джигит Умеет танцевать Такой Зажигательный Танец Называется Он Лизгинка Называется Показывает Ты умеешь Я по глазам Вижу Умеешь Только пока Об этом Не знаешь Саша Умеешь Смотри Лизгинка Это самый Это самый Простой Танец В мире Самый трудный Это ламбада Потому что Ламбада Движется Вот этот Час Нижний Давай Попробуй За мной Да Хорошо Только Чуть 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 Застоялся Немножечко Потом Потренируешь Ну Получается А в Лизгинке В Лизгинке В основном Работают Руки И Брови Ноги Отпусти Ноги Сами под музыку Дорогу найдут Давай руки Порепетируем Давай Две руки В стороны Раз Другую В сторону Руки Два Хорошо Саша Хорошо Молодец Теперь под музыку Все то же самое Асса Ай Молодец Ай Какой Жигит Летит Ай Разочулся Как Молодец Молодец Какие Буду Светы Тебе Молодец Настоящий Артист Саша А когда Артист Свой номер Выполнил Он что Реквизит Снимает Подожди Рано Меня Отдавает Отдавай Мне нос Книжал Кепка Не забудь Я вас Русский Хорошо Знаю И когда Артист Номер Выполнил Он в конце Номера Саша Кланяется Зрителям Зрители Аплодирует Новая Звезда Родилась Куда Пошел Отсиловаться Будем Нет Ладно Погуляй Пока Если Смаха Брат Устроит Повезет Всегда С женой Если Женитесь Вейсад Будете Ходить Ой Баба Что у меня Дома Творится Я Даже Не знаю Как вам Рассказывать Начну С самого Начала Я начну Все по порядку Значит Вчера По телефону Я Разговаривала Сверка Ну О чем Мы с ней Говорили Бабы Ну Ни о чем Таком Мы с ней Не говорили Ну Говорили О своем Женском И Она У меня Друг Спрашивает Клава А что Ты себе Подарила На 8 марта А ей Так Это Значит Ой Я Купила Седак Лифчик За 500 Рублей Ну А так Мы Значит С нею Разговариваем Лежу У бабы Двери Комнать Открываются На пороге На пороге Стоит Мой Коля Ну Ну Как вам Сказать Бабы Стоит Стоит В трусах С аргументами Рука И глаза Прямо Вот так К носу Я У него Сразу Спрашиваю Коля Что Случилось А он мне Тихонечко Тихонечко Говорит Клава Я Что-то Не Понял Я Не Понял Что Ты Там Себе Так Купила Я Говорю Господи Ну Я Тут Сверка Разговариваю Это Это Наш Разговариваю Ты Ничего Не Поймешь Ты Ничего Не Знаешь Иди Читай Бабы Вы Не Поверите Он Вдруг Ни с Того Ни Сего Как Зарет Повтори Что Ты Сейчас Проливчик Сказала И Он Так Зарав Что Я Перепугалась Трубку Бросила Коля Коля Что Ты Так Весь Из Возбудился Из За Этого Что Ли Он Говорит Я Я Из За Цены Возбудился Я Говорю Так Тоже Так Шикарный Магодин Что Это Это Совсем Недорого Я Тебя Сейчас Все Расскажу Я Все Объяснил Ты За Валюту Не За Валюту 500 Рублей Ливчик Что Ты Мне Объяснишь Объясни Мне Чего За Такие Деньги Ты В нем Собирашься Носить Я Говорю Картошку Ты Что Я Могу Ливчики Носить Ну Вы Знаете Бабы Когда Он Про Картошку Услыхал Он Сразу Начал Отходить Сразу Говорит Хорошо Хорошо Я В принципе Я Не Зверь Я Все Понимаю Я Понимаю Что Моя Баба Раз В Жизни Себе Купила Подарок За Валюту Ну Хорошо Купила Носи Но Мне Клава Кажется Что Он У Тебя Обязательно Обязательно Должен Быть На Меху За Такие Деньги Я Говорю Коля На Каком Меху На Каком Меху Когда Это Летний Вариант На Каком Меху Когда Это Без Бретелька Это Не Чашечки Он Говорит Как За 500 Рублей У Тебе Только Чашечки Даже Без Блюдечков И Сразу Весь Посынел Бабы Я Перепугалась Я Начала Ему Уши Растирать Не Помогает Я Хватаю Газету Начинаю Обмахивать Самое Я Кричу Я Успокаиваю Я Кричу Коля Успокойся Это Импортный Вариант Это Совсем Недорого Бабы Он Глаза Подкатил И Тихонько Мне Шипит Клава Носи Наши Ну Вы Понимаете Я Ну Я Не Могу Его Носить Понимаешь Я Не Могу Наши Носить Когда Я Наш Лифчик Надеваю У Меня Такое Ощущение Будто У Меня Грудь На Спине А Он Кричит Задом Наперед Надевай Я Кричу В нашем Я Себя Уродом Чувствую Он Кричит А Я Кем Себя Чувствую С Такими Ценными Кем Я Себя Чувствую Когда Я За Месяц На Четыре Чашечки Не Зарабатываю А Я Кричу А Бондарев Он На Пуговицу Дубленки Не Зарабатывает Бабы Я Что Докричала Я Ж Он У меня Сразу Спрашивает А Чего Та Дубленка Стоит Уся А Я Ему Дура Сказала А Он Услыхал Эту Цену И Окаменел Как Был В Трусах С Аргументами В Руках И Глаза Как Кастрюли Вот Верите Бабы Памятник Российскому Мужу Кормильцу В Коридоре Теперь Стоит И Мешает Я Чего Только Семь Не Делала Бабы Грелочку К ему Прикладала И Скалка Его Бил Ничего Не Помогает Я Уже Верке Позвонила Все Рассказала Ну Чего Она Мне Советует Говорит Покричи Ему Погромче Вуха Почем На Рынке Кило Мяса И Вон У тебя Весь Рухнет А Я Думаю Бабы Ну Чего Я Покричу Но Рухнет На Фрагменты По Коридору Рассыплется А Сколько Лет Вместе Прожили А Так Может Я Ему Щу Как Ласка Отогрею Чаечком Отпою И Буду Уже Потихонечку Его Готовить К Ценам Товарищ Граждане Сержанту Я же К вам Обращаюсь Ну Как К этому Главному Органу Милицейскому Ага Ну Как потерпевшая Сторона Обращаюсь Да Потерпела Мужа Своего Который Два дня Тому Назад С дому Ишес Товарищ Господин Сержан Найдите Этого Ненормального Ну Так Вы же Посудите Сами Ну Товарищ Сержант Ну Какой Нормальный Мужик Навсегда И Исчезнет С дому Без разрешения Жены А Ну Я не волнуюсь Это Господи Да Че мне Волноваться Товарищ Господи Сержант Че мне Волноваться Это Это Он Пускай Волнуется Чтобы я Раньше Вас Этого Паразита Не нашла Я Прямо Не знаю Что Человеку Надо Было Господи Вот Вот Верите Полидишь На другого Вот Прямо Душа Вот Сердце Кровью Обливается Господи Всю Жизь Один Всю Жизь Один Вот Это Вот Мотыляется Это Как Ну В проруби Как Пести Ага А Этот Живот Поди Ну Я Прямо Не знаю Как Вареннику Христа За пазухой Вот Верите Не семья Цветник Вот Ну Посудите Сами Ну Товарищ Сержант Значит Вот Объясняю Две Дочери Подростки Ага Погодки Потом Сочет Собачка Бультерьер Девочка Потом Сочет Я Потом Мама Моя Сестра Ее Близнец Вот Не поверите Одно Лицо Одно Лицо Вот С двух Шалов Не тричишь Ага Он Из-за Их Даже Пить Бросил Ну Че Ну А Объясняю Значит Он Пришел Домой На веселее Ага Дверь открыл Лянул А там Четыре Теши Все Три дня Заикался Так что Какие скандалы В нашем доме Товарищ Сержант Я прямо Не знаю Ну Как оругань Вот Это Душа Душу Жили Вот Че обидно Как оругань Ну Вот Вы ж посудите Сами Девочки Подростки Они же Развиваются Они же С утра до ночи Музыку веселую Крутят Значит А я беременна И это времена Собачка Сутками Вой Мама С пылесосом Сестра Ее Сериалы Смотрит Я Это Вареники Катаю Песни Песни Пою Несе Аля Вода А чуете Волос Цунами Я Когда Песни Пою В соседних Дворах Сигнализация На машину Страбатывает Да ну И че А че Там Раскондаль Все равно Никто Никого Не слышите Не Ну Я Не знаю Может Он и Говорит Че Но Это же Знаете Товарищ Сержант Как В этом Как В аквариуме Рот Раскрыт А звуку Нет Какая Женщина Какая У его Знакомая Куда Заночевала Ну Да вы Не поняли Товарищ Сержант У него В доме Шесть Женщин Ну Понимаете Он Может Сказать По уши В этом Вот В любви Я Ж вам Объяснила У него В доме Все Для Жизни Есть Все Вода Еда Телевизор Все И Все По Расписанию Как В этой Ну Вы Знаете Строгого Режима В этой Ага В Фланаторий Какие Освобые Приметы Какие Приметы Освобые Господи Че там В нем Освобого Так Ухмылка Природы Это Даже Примет Не Назовешь Ой Мои Приметы Тогда Есть Есть Товарищ Сержант Постоянно Хочет Жрать Ага И что Значит Характер Вот Хлебом Не Корми Его Отдай Что Нибудь Мясного А у Меня Для Него На Его Зарплату Товарищ Сержант Из Мясного Только Одно Блюдо О Тут Мясо Кость И Добавка Все Че Как Зовут Как Его Зовут Иди Сюда Ну Че Иногда Что Интимно Зовут Там Ласково Знаете Это Игриво Козлик Ага Ну Че Если Вам Для Протокола То Можно Не Уменьшать Че В чем Одеты Так В одежде Был Одеты Так Она У него Одна Ватник Брюки Кеды Мы Его Не Бережем Товарищ Гражданин Сержант Вы Видали Какие Мы Ему Зубы Недавно Поставили Самый Лучший Из Нержавейки Десять Килограммов Выдерживают Мы Не Бережем Да Что Вы Мельки Шите Передо Но Я Ничего Не Понимаю Так Ну Отойдите От Сыла Не Закрывайте Обзор Я Видала Под Сылом Кеда Знакома Мелькнула Ах Ты Паразит Ну Ты Посмотри Я Что Он Здесь Милиции Под Столом Сидит Ну Ка Вылазь Что Значит Политическое Убежище Это Побед А за Побед Я знаю Полагается Лишние Три Года А Для Этого Паразита Я Требую Высшую Меру Пожизненно Семельное Счастье АПЛОДИСМЕНТО АПЛОДИСМЕНТО Даже не знаю Как это сказать Письмо От сыночки Получила Стасик Сыночка Кровиночка И вот Меня Стасика Вот Везной В армию Забрели Господи Как я Просила Уговорила В военкомате Ну Какая Армия Ну Какая Армия Полетите На него У него Зрение Минус Восемь Плоскостопие Нурез Услали Аж Петербург Стройбат Батальон Такой Специальный Куда Самых Стройных Отбирают Ну А Стасик То Мне Господи Люба Дорого Полететь Одна Харизма Чего Стоит А тут В прошлом Месяце Письмо От него Получила Развернула Глянула Фотку Рыня Плакала Худюши Килограмм Сто Двадцать Остала Семьем Уши Из Поршавки Торчат Как У зайца А Сам Главное Улыбается Все Время Успокаивает Меня Мол Мамка Все Нормально У меня Все Хорошо Господи Как Чувствовал Не Провожали Его В армию Всем Миром Неделю Гуляли А Батька Потом Еще Месяц Бабушка Стасику Носков Навязала В армию Штук Девятнадцать Связала Собачьей Шерсти Ритузы Атриуматизма Трезора Всего Под шестую Вычесала Он Потом Месяц В будке Сидел Выходить Стеснялся Ой Господи А тут Это письмо Это Ой Не знаю Что думать И главное В начале Хорошо пишет Мол Мама Не беспокойтесь У меня Все Хорошо Я Не болею Он У меня В детстве Такой Слабенький Был А тут Пишет Не болею Я Мама Потому что В армии Больных Нет В армии Либо жив Либо мертв Потом пишет Что вилок В столовой Не дают Ну что бы Значит Детки Не поранились И на ночь В казарме Синий свет Оставляют Ну что бы Деткам Сны хорошие Снились Добрый Про устав Про строевую Подготовку Потом пишет Что Вообще В армии Все параллельно И перпендикулярно Потом просит Чтоб я кота Завела Ну да Так вот и написал Заведите Мама Кота Назовите Его Прапор Приеду Домой Убью Потом что Потом пишет Чтоб я За Юлькой Следила Ну за невестой Его За Юлькой А как за ею Следишь Господи За Юлькой За этой За ей Леди не леди У ей Харизма У этой Юльки Ну а так Сама из себя Ничего 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 Не могу сказать Сама Ничего Из себя И хозяйственная Поросей Держит Да Держит А как же Ой Как я Ею тут ругала Юльку Она же Поросей Держит Их же Кормить надо Она их Держит И все Илана пишет Мне то Следите Мама За ней День и ночь Следите Ай Господи Сыночка Уж как За мной Мамка Следила Я все равно В 16 лет Тебя родила Бабушка Она Девочку Хотела А я Ей Стасика Господи Как он там Письмо Вот это Прямо Не знаю Господи Написал Письмо Оно Обрывается И последние слова Мама У меня Вот Как будто Как будто Сзади Кто подошел Как будто Командир Какой Сзади Подошел И лопаты Его Поголовья Главное Не мама У меня Еще короче Мама У меня Ну понятно Что у меня Господи Сыночка Что ж Ты хотел Мамке Сказать Ой Может там Мама Мама У меня Новая Любовь Познакомились В увольнении Зовут Вера 46 лет Трое Детей Господи 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 Да что ж Это я Сразу О плохом Господи Начну Может их Увольнение Не отпускают Тише Ой Ой Да что это Я сразу Себе накрутила Господи Может там И ничего особенного Может там Мама У меня Перхоть Или мама У меня Собли Сейчас Выбью Заступлю Наряд Все Ой Сыночка Сыночка Миленький Что ж Ты хотел Мамке Завчить Господи Сыночка Криворукая Ты моя Что ж Ты письмо Не дописал Мамка С ума Сходите Ой Скорей бы Старость Да в детство Впасть Господи А может там Не мама У меня Может там Может там Мама Уместился Так и я В кабине Уазика И служу Теперь шофером И вчера Наехал На гаишника Уазик Вдребезг Я гаишник Мама Только свисток Пролотил И харизму Свою Помял Алло Стасик Сыночка Слава Боже Сыночка Ты откуда Как Отверблю Господи Да шо Юлька Юлька Твоя Все в порядке С Юлькой За поросями Ходить Вот Сыночка Ты письмо Написала Но Обрывается Шо ж Ты хотел Карандаш Сломался А шо Хотел Написать Мама У меня Закончились Деньги Да Вышлю Сыночка Вышлю Ты там Осторожно Гляди Ты Сыночка От инфекции Бери Горло Кутай Слава Боже Господи А я Ты же Женок Ой Служи Сыночка Честно Служи Честно Сынок Шо бы Не было Стыдно Мне Ни за Тебя Ни за Твою Харизму Ой Паша Как я волнуюсь Волнуюсь Я говорю Чо 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 Сидеть У твоей дочки Свадьба Через неделю А ты Чо Чо Тринадцатый раз Господи Число Какой Несчастливый Паша Ой Вот веришь Вот как Представлю Я Что это Это Ж Уже Через Семь Дней Это Ж Вся Твоя Родня Всем Табором Здрасте Пожалуйста Все Ж Они Пропросят Ой Паша Паша У меня Прямо Руки Ноги Похолодели И бог Паша Паша А чо Если Мы Эту Дочкину Свадьбу Отгуляем Без Своих Экстремальных Родственников Ну Чтоб Они Жениха Как Обычно Не Спугнули Паша Ну Мы Всех Твоих Братев После Свадьбы Позовем Господи Да Всех Позовем Да Какая Разница Твоим Братьям Ну Какая Разница Им Где Налили Там У них Свадьба Ну Чо Не Так Что А И Не Так А Вспомни Юбилей Бабки Атлантиды А 90 лет Бабке Вспомни Ну Ну Как твои Братья Перепелись Да Беспанцы И Перепутали Рождение Со свадьбой Бабка Тоже Хороша Господи 90 лет Человек Она Ааааа Белый Платок Обрыдилась Шотти Свеклою Натерла Бусами В сундуках Вся Бабу Сила Все Сидит В углу Ну Чисто Невеста Сидит Ну Они Ее И Украли Да Ради Ког Мы Куда То Спрятались Вааа Весело Был А Бабку Твою Уже Пятый Год Никто Натерли Не Может А Вдруг Они Вот Так Вот Дочку Нашу Свистают А Я Тебе Паша Так Сушу Чем С такими Госями Роднями Ей Бог Легче Свадьбу Сыграть С обезьянами Легче Да я Твоих Братев За всю Жизнь За всю Жизнь Только Один Раз Трезвыми Видели И где Где На фотографии В детстве Ой Не кричи Голова Без тебя Болит Все Хозяин Ты В доме Все Хозяин Все Хозяин Хозяин Все Фу Президент Прямо Жорж Буш Хозяин Паша Хозяин Правильно Как ты Решишь Так Шиш Сыграть Брательника Колю Это Который С лицом Чебурашки Все Конец Свадьбы На всех Свадьбах Напьется И спит А что Мы не спать Харя В салате Ух И в пельмени Все Зови 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 Слава Чебурашку Зови Только Вспомни Как твой Чебураш На первой Дочкиной Свадьбе Напился И В щах Заснул В щах И главное В себя Вдохнул Пол Ведра А Выдохнул Ведро Да Все На Жениха А А то Ты Побежал С капустой На Ух А Ромка Этот Ваш Кеноператор С Видеокамерой Стоит Мутант В смысле Талант Стоит На Видеокамерой С С Снимает Это Все На Видеокамеру Три Часа Снимает Стоит А Сам Видеокамеру С мясорубкой Перепутал А Тедя Помогает Ему Кассеты Менять Они Восемь Кассет С мясорубкой Леди Вод Который Федя Который Гордость Ваша Который Который Спортсмен Который Который До смерти До смерти Спугал Не Федя Это Надо Такого Додуматься Это Нормально Трезвым Человеку Такого Даже В голову Не Продюх В Холодильнике Спрятаться Он По жизни Страш Федя Крюгер А Тут В Холодильнике Раздоль Кетчупом Как Дурак Измазался С головы До ног В Руках Баранья Нога Яйцо Колбук Приморозит Сидит В позе Зародыша Ждет Ну и Дождался Жених Захотел Водички Холодненько Попить Сунулся В холодильник А он ему Оттуда Гау Жених По сей день В коме Да все У вас Такие Господи Все Такие Дядя Сережа Да что Твой Дядя Сережа Дядя Сережа На последней Дочкиной Свадьбе Напился И орал Что он Быкос Именитель И всем Телкам После свадьбы Обещался Свою Осеменялку Показать Да иди Зови Кого Хочешь Зови Ну на дорожку Сядь На дорожку Чего там было Подвал Ди к двери Посмотри Кто там Дядя Сережа А что он Приперся На какую Свадьбу Кто Возвал Ты Ты что Это всем Уже Телеграмы Отправил Но нету Дочки Свадьбы С таким Папкой Уедем Ну что Теперь делать Открывай Что уже Рассекретились Вон уже Твоя родная Кровь За неделю До свадьбы За порогом Торчит Добро пожаловать В гости Дорогие Хеллоу Пипл Как настроение О Наши в зале Спасибо Пацан У меня тоже Блин Такое Семь Настроение Прикинь Одиннадцать лет От звонка До звонка На последней парте Отсидела И в этом году Обнистия Прикинь Никто Теперь Тебе Не будет Мозги Сушить Двойками Двойками Душить Всякие Разы Дуратские Вопросы Задавать Типа Катя Ты знаешь Кто такой Пушкин Лермонтов И Гоголь Марья Мозг Катя Катя И самое главное, предки, не будут тебя малосолить, как тебе хайр стричь, потому что хайр для меня-то святое, люблю каждый день по-новому хайр лохматить, прикинь, меня так и зовут Катя Хайр, а чё, нормальная кликуха. И то, что у Васьки, прикинь, пацан в нашем глазе, Васька-паук, и всего-то один раз пацан муху в компоте не заметил. Не, нормальный пацан, вот такой, мы с ним дружили. Сейчас, короче, школу закончили, в армию нам мылился, конкретно от института косить. Не, вообще, вся братва расползается. Прикинь, Наташка доцент, там, короче, в рекламу, конкретно слоганы сочинять. Типа, кто прекраснее всех на свете, слон в колготках Голден Леди? Сашка тормоз, прикинь, тот мечтает какому-нибудь конкретному, навороченному шишкарю, водилой. Вообще, прикинь, картину. Шишкарь на Феррари и тормоз за рулем. Ну, Петька Панк, тот, короче, еще не определился. Не, была у него фишка, прикинь. Хотел пацан по-взрослому, поближе к природе, фермером, типа, картошку хоронить. Ну, и поехал к бабке на стажировку. Ну, в чем был, в том и поехал. Железо, косуха, шузы на платформе. На башке гребень зеленого цвета, типа ирокез. Приехал в деревню, тасуется по деревне в таком, прикинь, прикинь, все ему там нравится. Букашки, ромашки, о, прикинь, на заборе гриль небритый, кукарекает. О, коровка, интересно, коровник, короче, сунул башку. А корова дура, а корова дура, прикинь, зелень на башке увидала и заживала. Петька в крик, на крик бабка прибегает. Отойди от стойла, корову испугаешь. Он не понял, это кто от стойла? Это типа я от стойла? И на бабку с кулаками, а у бабки в руках лопата была? Короче, Петька, как гребка в землю ушел. Теперь ноги ремонтирует экстремал. Не, я не буду так рисковать, да нафига? Я, короче, шоу-бизнес пойду. А че? Меня с детства на сцену тянуло. Я с детства такая, такая разбитная, такая шикарная была. Это потому, что мамка нашла меня не в капусте, а в конопле. Папка, когда меня первый раз увидел, неделю в аиста кирпичами кидал. Он у меня культурный, прикинь. Меня тоже к культуре приучает. Блин, классика и душит по-черному. Теперь мне этого композитора ставить. Забывала фамилию. Такая фамилия, как Кликуха. Че-то про ментов. А, Мусорский. Папка мне всегда говорил, Катя, запомни. Не важно, кем ты в жизни станешь. Главное, чтобы ты была культурным человеком, Катя. А культура, Катя, это если ты наступила в муравейник, извинись перед каждым. А мамка говорит, да не слушай, это его. Всякую фигню лепит. Вообще, самая прикольная песня, это про драку в больнице. Летят утки. А мне че, мне чем прикольнее, тем лучше. Сейчас на эстраде все прикалываются по-взрослому. Сейчас же главное не тема, сейчас главное прикол. Короче, пойду хайр лохматить. Прикид реставрировать. И самое главное, приколы репетировать. Спасибо. Ой, а годы, а годы, как птицы летят. Ой, точно летят, как птицы годы. Вот уже год пролетел, а не заметили даже. Ой, вот так год за годом и детишки уже повырастали. Вот только в песочке вот и игрались, а уже все, уже переженились, выросли. Ой, у меня их двое деток. Сынок и дочка. Ну, так что я и свекровь, и теща. Все в одном лице. Как говорится, гибрид. Свекреща. Да не, я к молодым не суюся. Да вы что? Да не, да боже упаси. Главное, чтобы между ними мир был, лад, любовь. Да я к ним, не, 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 я, да я даже в последнее время не хожу к ним. Да что ходить, они мне все равно двери не открывают. Так только иногда по телефону, позвоню по телефону, иногда, иногда, каждый час звоню, в общем. Ой, господи, сыночке надо позвонить, а я тут-то вот с вами. Ого, я прямо не знаю, что... Алло, 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 сын, это я. Сыно, ну как там у тебя? Ну? Сыно, что-то голос какой-то, мне не нравится твой голос, какой-то он у тебя слабый, сыно. Сыно, ты сегодня кушал, сыно? А-а-а. Ну и чем тебе эта лохудра кормилась у меня? Яичницу жарила. А-а-а, ты полиди, а-а-а. И получилось, а? Со скорлупкой? Слава Богу, не с опилками ты. А на обед, что? Пюре? Ой, ты глянь, прямо не жена, шеф-повар-ресторана Макдональдса. Я тебе так скажу, золотые у твоей жены руки. Только растут не из того места, сына. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Алло. А, доча, доченька, доча радость моя. Здравствуй, доча, здравствуй. А, как ты там, доченька? А, устала? А, чё такое? Всё время просит есть. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Вот кошелот. Ну ты поглядь, ну шо за мужик ничего не интересует мужика, кроме пожрать. Поведи его, троглодита, в цирк. Пусть он посмотрит, сколько собачка за кусок сахара бегает. А, чё лучше поведи его в зоопарк. Там вообще написано, зверей не кормить. Доча, ну, 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 жарим у яичницы. Ну яичко разбей, я же тебе учила, доча. Жарила? Ну и чё он тогда хочет? Ой, ты погляди. Ты погляди на него. Ой, я не могу. Ты, шкарлупка попалась. А ты ему скажи, в шкарлупе много кальция. А кальций укрепляет зубы, ногти и рога. Шо он там бухтит? Куда он там собрался? В какую такую сауну с друзьями оттянуться? Не пущай. Я тебе говорю, не пущай. Знаю я эти парилки. Там мужики все успевают, кроме помыться. И такой тайский массаж, шо худеет, только кошелек. Говорила же ей, предупреждала. Зачем тебе этот гибор? Как раз и послушает мать родную. Ой, мама, да как же, да он самый лучший. Ой, мама, полетит он спортсмен. Он бодибилдингом занимается. Ой, куда там? Занимается бодибилдингом. Занимается бодибилдингом. Бодибилд. Алло, свекрёшка на трубе. Сын, это ты шо ли? Так не узнала, потому что голос такой загробный. Шо такое случилось? Поссорились? Слава Богу. Я говорю, в чём причина? В баню не пускай. Вот стерба. Да другая бы молилась, шо мужик у неё частюля. А я тебе шо говорила? Я тебя предупреждала с самого начала. Зачем она тебе нужна? Итала кудра. Зачем она тебе нужна? Посмотри, Людочка с третьего этажа. Какая девочка? Господи. 48 лет. Ой. А ты мне шо говорил? Мама, она вам нравится? Вот вы на ней женитесь. Она страшная. Да у куды там страшная. Ну и хорошо, шо страшная. Было бы кому дачу охранять. Шо тебе вот это вот? Ну шо она тебе тала кудра? Ну шо она тебе хочет? Как ей Гавайи. Отдохнуть хочет? Ой, ты глянь, устала. Пусть постирает лучший отдых. Лучший отдых это Гавайи? А в тайгу она не хочет? Комары, палатка, медведи. Баунти отдыхай. А я тебе говорила. Я тебя предупреждала, как мать. Я же чуяла. Я же видела ее. Эту лохудру эту. Шо ты на нее будешь всю жизнь сахатить, как папа Карла. Всю жизнь не разгибаясь. Рогами в землю, горбом к солнцу. Алло, мать на проводе. Да, доча, твоя мать. Шо такой голос? Я не поняла, шо за слезы. Шо он там с собой делает? Не пускает в круиз. А шо предлагаете? К бабке в Тюмень? А за полярным кругом у него никого нет? А я тебе говорю только богам. На меньшее не соглашайся. Денег нет. Ой, ой, не могу. Это у него-то нету денег. Да точно, заначку сделал. Доча, слушай, мать. Ночью подожги тряпку и кричи «Пожар!» Он свою нычку первой спасать бросится. Вот тут ты кассу и бери. Слушай меня, мать плохого не посоветую. Поняла? Действуй. А я на кухню пойду. Отцу яичницу по-быстрому приготовлю. А то дед с бани вернется, а у меня на кухне, шо конь не валялся. А, Галя! Это тетя Надя! Мать Игоря! Да. Да, Галя, твоя мать тоже суча нашли. Ай, свадьбу, кода гуляли! Галя! Как же ты моего Игорка захомутала! Как же ты Игоря захомутала, он же еще со всем дитетом! А ты на его вчера на свадьбе как кот на салу летела! Галя, я тебе так... Вытирай пылюку по утрам. Вытирай по утрам пылюку! Увешу, шо ты в доме, грызи, шо развела, сама буду приходить и вас убирать. Не могу больше ничего говорить, перезвоню тебе потом. Прошло десять лет. Здравствуй, Галла! С праздничком тебя, Галла! Как сколько? Десять лет, как Игорок мой, с тобою еще живет, Галла! Как там, а мой сыночек? Ну, хорошо, шо спить. А че ты его будешь будить? Не надо будить. Не надо. Рассказывай, как там, а мой внучек? Как там, а мой Андрюсик, тюлютюсик, мой зюзюсик, мой зюзюленька, моя слоненька? А че ты чихаешь там, Галла? Я не пойму туда. Ну... Ну и че ты чихаешь в разные стороны, Галла? Рядом, мой сыночек, мой внучек. Затыкай нос, рот и уши, Галла! Ну че я делаю? Плакаю я тут-то. Че я могу делать, когда говорю с тобою? Вот так вот все время и плакаю. И жену хотела для Игоря красивую. А то тут-то ты. Рассказывай. Ой, да ты мне лучше скажи, вытирала ты бы люку с утра или нет? Ну хорошо, хоть к этому я тебя проучила, Галла. Я ж че тебе позвонила, Галла? Сон мне был плохой. Ну конечно ж про тебя. Рассказывай. Останя. Как будто игорку маму ты изменяешь, Галла. Рассказывай. 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 ты не знаешь что я не знаю алла к чему я доцом но давно хочу тебе спросить как не любишь даже внучек кровиночка моя домомка твою не могу ничего говорить галла потом прошло много-много лет галочка здравствуй и люку выдирал оттуда умница а ты не знаешь я вытирала ты-то я тоже не знаю алла и чё я тебе позвонила чё ты господи голова задумает и правильно про свадьбу с тобою поговорить ну хорошую вчера свадьбу внучек в андрюсику сыграли алла хорош ну потеряла вчера свои очки я в пенегрете но без очков все разлидела девочку разлидела ну совсем она андрюсику не пара голова ну совсем не пара вон сидела гладкой за столом а носу против его пук вела я а ты голова пара была и горку маму пара а вон уже тогда был толстый ленивый и пляшивый парадик и всю жизнь за тобою проспал кабаняка алла ты мне лучше скажи ты с андрюсиком говорила с утра их же сегодня была брачная ночь алла ну а чё же ты мне не рассказываешь как мне интересно всё мне интересно алла и как ты позвонила чё вы поговорили чё там о тебе сказали алла ну ну чё ты ревёшь то господи ну чё она тебе сказала послала что ли а куда алла ну это ничего это ничего алла сколько раз ты меня туда послала алла ну теперь разочек туда смотаться не рви я сейчас мигом оденуся алла мигом мы с тобою вместе к ним поедем и за наше вандрюсико за тюлютюсика за нашего лапутика алла чё я тебе говорила правильно дочечка научим её пылюку вытирать это премьера песни поэтому я очень волнуюсь я попрошу ребят выйти на сцену а вас попрошу поддержать их аплодисментами потому что они только что со службы песня называется женщина за рулём ну что поехали я мчусь по горы шикарная погода спидометр шкалит аж за пятьдесят и все гаишники уже четыре года меня совсем ну совсем не тормозят да просто я при резком торможении когда махали палку патрули раз пять подряд от сильного волнения врезалась в инспектор в гаи знаю женщина 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 за рулём каблучком треугольным помечена зарчу зелё 부� Babo в дорогу белых mother Треугольным помечено, значит, зеленый дорогу даем. Моя машина, просто чудо, просто сказка, Уютно, как в квартире, правда, я не вру. Наклеена внутри обои под покраску, И кафельная плитка на полу. На стенах две старинные картины, И светится хрусталь под потолком. И белые турецкие гардины, и шторы на стекле на лобовом. Женщина, 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 женщина за рулем. Каблучком треугольным помечено, значит, зеленый дорогу даем. Каблучком треугольным помечено, значит, зеленый дорогу даем. Меня все любят, уважают постовые Рихтовщики и автослесаря И знают все агенты страховые По имени и отчеству меня И я спешу за руку, от тела освободившись Врубаю свой любимый дальний свет И встречные машины, словно сговорившись Приветливо мигают мне в ответ Женщина, женщина, женщина Женщина за рулем Каблучком треугольным помечено Значит зеленую дорогу даем Каблучком треугольным помечено Значит зеленую дорогу даем АПЛОДИСМЕНТЫ Чисто женский анекдот. Прекрасная погода. По улице идет улыбающаяся женщина. И говорит, господи, ну как же я люблю, когда рядом мужик. Рядом, я сказала. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот я сказала, женщины реагируют, аплодируют. Мужчины делают вид, как будто они ничего не слышали. Да мы не обижаемся на вас, дорогие мужчины. Мы не обижаемся, потому что мы привыкли к тому, что вы не обращаете внимания на наши слова, на наши дела, на наши поступки. Да вы порой на нас внимания не обращаете. Жена мужу говорит, Вася, ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он к жене относится. Посмотри, как он ее любит. Господи, я не могу. Каждый день цветы, подарки, конфеты на руках носит. Целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему? Он говорит, ты чё? Я ее даже не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот правду говорят. Если человека в детстве покусал вампир, он вампиром становится. А тебя покусал в детстве баран. А с тобой вообще невозможно говорить, потому что ты идиотка, Маша. Понимаешь? Идиотка ты. Да, а чё тут непонятного? Чё тут непонятного? Идиотка я, идиотка. Идиотка. А вышла бы замуж за генерала. Генеральшей была бы. Ну, как говорится, семейная жизнь началась. Вот, вы знаете, говорят, мужчина в браке, это как муха на липкой бумаге. И сладко, и скучно, и улететь нельзя. АПЛОДИСМЕНТЫ А как хочется в полет! И вот, когда они остаются вот там, в небе, без нас, без женщин, о ком они говорят? О нас о женщинах и говорят. А я, мужики, со своей разведусь, додолбала, прямо как дятел, долбит, долбит в темне. Разведусь. Правильно, Мишаня, правильно. Баба, она должна место своё знать. Моя, вон, слон поперёк не пикнет. Да ты чё, чё ты ей говоришь? Чё, говорю, говорю, вот. Каждый раз по-разному, говорю. Вчера, например, приходит королева из порога. Почему посуда грязная? А я ей говорю, ну-ка, тьс, тьс. Я ещё полы не помыл. А я, мужики, со своей нинкой никогда не разведусь. У меня нинка, вот такая вот жена у меня нинка-то. Везучая баба мне нинка-то, а? Везёт и всё. Сижу, я там борщ хлебаю. Приходит. В новых туфлях пришла. Я говорю, не понял, нинок. Откуда туфля? Она говорит, не поверишь. Не поверишь. Иду мимо помойки стоять. Я примерила мой разбер. О, баба везучая, а? Вчера в новой шубе пришла. Да, в подъезде её размер лежала. Везучая, поэтому и везёт. А я не везучая, поэтому и не везёт. Не везёт и всё. Один раз в жизни под кроватью носки нашёл. Примерил, не мой размер. Но для меня мужчины это сплошная загадка. Вот инопланетяне. Вот согласитесь. Вот, ну иногда так бывает. Вот вроде, как бы, откажешь. Плачут. Согласишься. Не могут. Мне кажется, что в нашей жизни мужчинам всё-таки чуть-чуть легче. Чуть-чуть, но всё-таки легче. Ведь вы сами, ведь вы сами, дорогие мужчины, говорите о том, что мужчина за всю свою жизнь хорошо должен сделать только три дела. Три. Посадить дерево, построить дом и воспитать сына. И потом ему же. По барабану, кто это дерево поливает? Кто в доме убирается? Каким способом сына растят? В крайнем случае, дочь. Да нет, вы не подумайте. Я не собираюсь выяснять сегодня, кто лучше, а кто хуже. Мужчины ли женщины? Но, вот вы знаете, я просто хочу сказать. Я сейчас смотрю на девочек. Девчонки. Если бы вы знали, какие вы сейчас красивые, какие вы очаровательные, обаятельные, как горят ваши глаза. И это правильно. Потому что вы отдыхаете. Девочки. Если бы вы знали, как вам идет отдыхать. Но я по своему опыту знаю, что после отдыха обязательно наступают будни. И для вас они тоже наступят. И вот когда они для вас наступят, девочки, вспомните этот концерт. И обязательно вспомните мой вам совет. Никогда. Никогда не спорьте со своими мужьями. Сразу плачьте. А вы, дорогие мужчины, не спорьте со своими женами. Не спорьте. Сразу целуйте. Целуйте. И будьте счастливы!